Первый предмет централизованного тестирования – белорусский язык. Его в качестве одного из экзаменов выбрали почти 22 тысячи абитуриентов страны. В нашем городе тесты по родной мове сдавали 590 парней и девушек из Бобруйска, Осиповичей, Глузка, Кличева, Речицы и Жлобина. Условия прежние – никаких посторонних предметов и гаджетов. Списки вещей, которые можно взять с собой – пропуск, документ, удостоверяющий личность, две черные гелевые ручки. И никаких подсказок и шпаргалок. Допуск абитуриентов сегодня осуществлялся с 8.30, потому что прибыли у нас иногородние заранее на тестирование. Тестирование началось в 11 часов. Сначала идет объяснение, потом заполнение идет, естественно, в области регистрации тестового бланка, а потом идет уже непосредственно тестирование. Два часа идет тестирование. В этом году у Бобруйски на централизованное тестирование зарегистрировалось 4628 человек. Это на 350 человек меньше, чем в 2018. Уменьшение числа абитуриентов специалисты связывают с тем, что срок действия сертификатов – два года. Что же касается заданий, как признались выпускники, они несложные. Тем более, что многие успели проверить свои знания на репетиционных и дистанционных тестах. Это было не очень сложно, примерно такое же, как и на репетиционных тестированиях. Задания были похожи, поэтому я думаю, все будет хорошо. Я была спокойна, потому что большую часть времени этого года я готовилась. СТ было легкое относительно, ну там бы части пару заданий не знала, но это не важно. Готовился последние, можно сказать, две недели к этому централизованному тестированию. В основном учил орфографию, пунктуацию правил. Многие ребята уже определились с профессией. Как показал опрос, парни и девушки планируют стать врачами, филологами, историками, милиционерами, айтишниками и экономистами. Кстати, для тех же, кто по уважительным причинам не явился на экзамен, испытания продут в резервные дни – 6, 8 и 10 июля. В этом году абитуриенты могут сдавать в резервные дни три дисциплины. Это те дисциплины, которые они пропустили по уважительной причине. Значит, в пункт регистрации на резервные дни нужно будет явиться с неиспользованным пропуском, паспортом и зарегистрироваться на резервные дни. Естественно, нужно будет указать и привести оправдательные документы, указывающие причину неприсутствия в основной день. 11 дисциплины чуть меньше двух недель на все испытания. Уже 13 июня абитуриенты пройдут СТ по-русскому. Завершить централизованное тестирование – всемирная история новейшего времени. Получить сертификаты с результатами абитуриенты смогут уже 10 июля. А проверить количество баллов можно на сайте Риксбай спустя 10 дней после сдачи СТ. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.